О необходимости проведения конституционной реформы и формирования конституционного суда на протяжении последних лет в Абхазии не говорил только ленивый. Результаты вчерашнего голосования в парламенте по избранию судей конституционного суда не могут не удивлять, когда отдельные депутаты без объяснения причин, не задавая ни одного вопроса кандидатам на должность судей, не возражая против представленных кандидатур при их рассмотрении. Одни голосуют против, другие получают бюллетени и вообще не голосуют. Вместе с тем регламент парламента предусматривает, что депутаты при тайном голосовании обязаны голосовать за или против, воздержаться от голосования они не вправе. Отсутствие позиции у депутата по такому важному вопросу, как формирование конституционного суда говорит о многом, в том числе и о гражданской позиции. Как вы знаете, в соответствии с конституцией, судей конституционного суда избираются парламентом по представлению президента, квалифицированным большинством. При этом право предлагать президенту кандидатуры судей конституционного суда Республики Абхазии принадлежат группе депутатов, составляющих не менее 1,3 от общего числа депутатов парламента. Один из трех кандидатов в суде конституционного суда, которые вчера не были избраны, Томас Кецба, был мне рекомендован самим парламентом. Сложилась парадоксальная ситуация, когда парламент рекомендует президенту кандидатуру на должность судей конституционного суда, президент одобряет предложение парламента, а потом депутаты сами же его не избирают. Разве это не удивительная ситуация? Из числа представленных кандидатов два конституционалиста, и мы фактически отвергли эти две кандидатуры. Хочу напомнить, что с 1 января 2016 года вступили в силу изменения в конституцию, которые предусматривают, что любые предложения о поправках или пересмотре конституции могут быть внесены в парламент только при наличии соответствующего заключения конституционного суда. Следовательно, если не будет сформирован конституционный суд, продолжать конституционные преобразования невозможно. Поэтому хочу призвать депутатский корпус более ответственно подходить к рассмотрению таких важных для государства вопросов. Поэтому хотелось бы, чтобы многие понимали бы меру своей ответственности перед обществом и перед государством.